в парк поесть сосисок карри вурст в итоге мы приезжаем а здесь как бы ресторан у ребят сегодня годовщина оказывается пять лет как они вместе мне кажется неплохо выглядит довольно немножко делать для парка а мы оказались в ресторане было говорит что я как знаете повод шоу было славик и димон наше раша в общем я как сами к диму такое симпатичное заведение все как мне нравится доставай ужасно и хочет давай блин раз фокус раз фокус на экране думаю не страшно нравится на у нас действительно позвали в парк привели в ресторан как так можно я бы хоть чуть-чуть бы подготовилась очень концептуально вот так вот выглядит просто берлинский ужин обыкновенный очень прикольное место атмосферное мы решили сделать фотографии лучше всех получился саша все остальные размазанные вчера мне написала девочка в инстаграм предложила выпить кофе так как она тоже сейчас живет в берлине она из одессы я решила не упускать возможность и предложила исходить на выставку на которую я не могу запустить волу уже очень давно так что сейчас я уже немножко опаздываю направляюсь туда хочу посмотреть своему страху в глаза мы пришли на за в галерею какое-то очень красивое здание ищем паука здесь конечно очень странно и необычно но я так боюсь пока этого увидеть вы не представляете я вижу уже маленького знаете наверное было почитать заранее о чем столь дивное произведение потому что вот в этом даже смысл есть наверное здесь есть везде но для для каждого свой боюсь туда заходить ради него я сюда пришла труда какая тебе больше всего нравится это боленсягу напоминает кстати не знаю чем чем-то напоминает мы в долуме здесь кешью куркума манго ваниль стоит 5 евро я думаю это должно быть что-то интересное с протеином в общем очень интересно попробовать взяла себе кофе сейчас катя это девочка с которой мы виделись с которой мы гуляем и были на выставке тоже постарается взять себе чай и придет мои впечатления об этой выставке с этим пауком ничего не понятно но все безумно интересно мне не все понравилось конечно но если на этот паук это он такой большой в реальной жизни ребята я в восторге рассматриваю свои прекрасные бумажки которые я купила к одна штучка стоит полтора евро думаю как сделать фотографию красиво у меня уже есть парочка идея отличная новость на эти интеграции в моем случае это не когда ты язык изучаешь а когда ты пошел зал стране где ты теперь живешь а еще пухшая сейчас 9 утра пока не поступила расскажу вам немножко о зале в диване стоит такой зал 30 евро в месяц вообще около 50 у меня мне повезло я купала на какую-то акцию что если я покупаю там до определенного числа у меня стоимость будет 30 и здесь нельзя платить каждый месяц оно автоматически снимает с твоей карточки 30 евро в месяц и ты можешь в нем подписывать это очень интересный зал очень прикольный качественный и по цене меня действительно поразил в хорошем смысле потому что я в Харькове платила 4000 гривен за зал в месяц ну а это было с тренером пусть тренер стоит 45 евро ну в общем да можно сказать за один урок приехала на культур форум сегодня воскресенье я вот таким образом пытаюсь вам показать что сегодня со стрелками такого вы еще не видели но ладно сегодня воскресенье я решила снова появить какую-то галерею а здесь я так понимаю это какой-то сбор галереи или сбор музея в общем пока ничего не ясно все очень интересно и возле меня очень много смотрите надписи мы все народ we all are the people и вот такое вот еще вот как-то так выглядит вся эта площадка я пока не могу найти вход вообще никакой но вижу надпись уже что это музей это самые красивые магнитики которые я видела когда-либо в жизни вы понимаете их ненавижу магнитики вот эти все приезды на исход на холодильник хотя у меня были такие в харькове но здесь какие-то нереальные сувениры очень красиво сейчас бы еще понять что откуда и чьё тогда будет вообще прекрасно кстати она вообще недорогая так что ее а еще меньше 60-19-80 ну куда их класть я даже не знаю если мы будем переезжать как я это все буду увозить это слишком прекрасно честно я бы хотела себе какую-нибудь такую книжную полку с красивым именно красивым чтивом а я судя по всему выбрала что-то не то но в любом случае это 1547 года в общем это газетные вырезки не могу передать вам то насколько я расстроилась так как мне не хватило времени мне обрадовало только то что я хотя бы увидела я не поняла это оригинал вроде бы эдвард мунг писал маслом а это все таки была ксилография которую мне посоветовать на входе в музей там ой галерею там огромный выбор выставок где-то 7 штук и картинная галерея я почему-то сразу не поняла что картинная галерея это то что мне нужно а там где рембрандтт и все остальное шла на ксилографии посмотрела не то чтобы в восторге мне понравилось кроме мунгкан еще работа 45 года там если не ошибаюсь название оскорбления по сыну погибшему во время второй мировой войны и она какая-то прям такая прям очень меня тронула у меня аж мурашки пошли по коже но это все равно не рембрандт поэтому в следующий раз я успею приду не под закрытие посмотрим полностью картину галерею потому что это не дело я расстроена вот действительно я еду недовольна тут же рядом находится национальная галерея с выставкой барбары крюгер но это не то чтобы выставка вы сейчас поймете о чем думаю я зайду все таки хоть у меня осталось 20 минут впервые работы барбары крюгер я увидела галерея в стокгольме национальной вроде бы галереи и она меня очень удивила так как я большой наверно фанат поп-арта и большую фанат анди орфа а это как бы яркая представительница же постмодернизма так что все мне нравится посмотреть больше ее работы к сожалению судя по всему здесь но это и все не знаю зачем я все еще это все смотрю так как у меня осталось несколько минут даже прям как-то грустно что так поздно приехала очень огромная галерея если вы когда вы смотрели сериал твин пикс вам эта комната должна что-то напомнить не очень напоминает комнату звук с карликом вы только посмотрите на то насколько она большая сколько же ее творили не очень интересно к сожалению не написано видите чем здесь пахнет боже мой здесь пахнет моей школы искусств в которую я ходила еще когда училась в школе это тот же запах холстов и красок то же самое посмотрите какой офигенный шоурум вообще сделали я не могу мне очень нравится не знаю вы знаете ли вы этот бренд но я его видела пару раз в инстаграме но выглядит конечно прикольно у них эта инсталляция тут вообще была надпись камен сун и судя по всему открылась наконец-то спустя примерно три недели мы решили выпить реально я не пила три недели ни вино ни шампанское вообще ничего это прям рекорд мне кажется я так не делала пару лет но все равно что этот бокал вина и чего-то подобного выпивала только что искали место свободное зашли нашли тоже мы нашли только один ресторан сейчас ждем пока подойдет официант потому что он уже что-то очень далеко не подходит надеюсь мы вообще у нас получится люди очень удивлены почему они смотрят не понимают что ты делаешь зачем я снимаюсь я думала ты начал говорить потому что я не сразу наговорю так как я уже устала нет реально удивление постоянно так все почему таких нереально удивляют почему я с вами разговариваю не понимают надумают что городская сумасшедшая ну тут таких достаточно точно мне принесли вино вот в такой вот штучки прикиньте первый раз такое я был уже два пироля выпил все хорошо вообще супер странная ситуация получается к нам вчера приехал друг и сегодня утром мы решили пойти в клуб потому что в Берлине это в принципе адекватная практика когда ты высыпаешься и идешь к 7 утра например на вечеринку на утренник в клуб и не знаю там проводишь игре мы приехали там было ужасно жарко вообще это отвратительное место было мы решили поехать позавтракать сейчас 10 утра вот и как раз мы были рядом недалеко от места в которое очень хотела попасть но мы далеко от него живем наконец-то мы сюда приехали так что сейчас посмотрим что тут за завтраки но кстати надо на входе подождать немножко пока это искусственная очередь пока тебя заберут найдут самых странных походов на вечеринку на утренника в моей жизни я сегодня за рулем не собираюсь даже не собиралась даже ничего убить так что я рада что так получилось мне конечно больше нравится в субботу утром ходить в такие заведения чем в какие-нибудь увеселительные места друзья я сейчас на похудении и я не могу просто взять и заказать здесь никакой тост или вафлю придется либо просить чтобы у меня посчитали сколько что весит чтобы весла в калорийность либо я буду просто кофе тут как-то я не знаю как это описать очень красиво скажите очень красивое место но у меня образ совсем не для этого места я бы хотела здесь еще пофотографироваться но увы очень красиво но очень долго мы ждали вот этот вот набор 3 кофе торт который был как бы уже на вынос и опироль а 50 минут мне кажется это как-то просто бесчеловечно по отношению к людям это ужас вообще неплохое заведение находится вот в такой вот арке но конечно с скоростью у них огромные проблемы мы реально хотели поесть не брать просто кофе очень красивый район здесь мне так здесь нравится все хорошо выглядит в этом заведении очень много необычных вещей ну там столько людей сидит что наверное будет не очень не комильфой снимать их но очень красиво много плакатов все я предполагаю что во французском стиле надо как бы съездить в париж хотя бы он рядом находится я почему то все еще этого не делаю наконец-то нам принесли поесть но конечно я сейчас сижу на приличной такой диете и картошку наверное я есть не буду но выглядит очень хорошо все а точно это для меня да я это место картошки ребята было принято решение поехать в медузу бар это бар который держит по ней украинцы ну украинцы да и мы решили поехать на метро мы все втроем решили что это заведение заслуживает 10 баллов по мнению нашему потому что это наверное одно из лучших мест где мы пили коктейли они просто очень вкусные я не знаю в ютубе на ютубе можно это вот это все снимать но это очень вкусно это коктейль хелена а у меня а у меня а у меня а у меня блумери это что-то типа как 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 блуди мэри только блумери это заведение заслуживает десятку да это заведение заслуживает десятку с каждого мне нравится это зеркало и дизайн вообще этого заведения очень крутой все такое белое взяла себя мачо на кокосово как приятно машина на харьковских номерах прямо напротив стоит видите вообще прям хорошо стало на душе я решила закончить это видео на такой прекрасной части на каком моменте потому что сейчас уже мне кажется в красивом месте опять же плюсик один еще к заведениям суперфуд берлин тут всякие суперфуды как вы уже поняли по названию я здесь беру мачоу тут оплата только наличными вот это мне действительно очень не нравится а так очень красиво я думаю вкусно я здесь не ела но мачо здесь честно скажу замечательно а это для берлина в принципе редкость так что спасибо вам за просмотр это видео не забывайте подписываться на мой телеканал так как он у меня есть и я там появляюсь в таком формате лайва буквально каждый день и до скорых встреч пока знаю я Hee Кам пока пока